Билл Клинтон заявил, что ещё в 2011 году, после леденящего душу разговора с президентом России в швейцарском Давосе, понял, что дальнейшие шаги Владимира Путина на Украине — всего лишь вопрос времени. По словам Клинтона, в ходе той беседы Путин признал негодный заключённую при посредничестве США сделку с его предшественником Борисом Ельциным об уважении территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала советских времён. «В 2011 году, за три года до взятия Крыма, Владимир Путин сказал мне, что не согласен с договорённостью, которой мы достигли с Борисом Ельциным. Вспомнил бывший президент США. Он сказал, я с ней не согласен, и я её не поддерживаю, и не считаю себя ею связанным. С этого дня я понял, что это всего лишь вопрос времени». Клинтон поделился этим воспоминанием в ходе совместного выступления со своей женой Хиллари, бывшим госсекретарём и кандидатом в президенты в общественно-культурном центре на 92-й улице в Нью-Йорке. Клинтоны призвали Запад упрочить поддержку Украины и заявили, что Киев может одержать победу, если получит необходимые вооружения и боеприпасы. И предостерегли, что отказ поддержать Украину придаст наглости не только Путину, но и президенту Китая Си Цзиньпину. По мнению Хиллари Клинтон, именно военные неудачи России на Украине и решительный ответ Запада предотвратили компанию Си по возвращению Тайваня, которая могла продвинуться дальше, чем предполагалось. Она сказала, Си всё видел. И я полагаю, что до российской компании была большая вероятность, что он двинется на Тайвань в течение двух-трёх лет. Теперь же мне кажется, что этот график сдвинулся. Она также поддержала насторожённые отношения мужа к Путину, которого прежде обвиняла во вмешательстве в выборы 2016 года, закончившиеся её неожиданным поражением от Дональда Трампа. Путин ведёт праведную, как ему кажется, борьбу, чтобы подорвать западную демократию и восстановить, насколько это возможно, Российскую империю. Так что останавливаться он не собирается, заключила она. По мнению Хилари Клинтон, чтобы прекратить боевые действия, Украина должна либо победить Россию, либо, как минимум, вернуть утраченную территорию на Востоке. «Им нужны рычаги воздействия», — сказала она. «Я бы не стала доверять ему за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только украинцы при нашей поддержке не получат достаточно рычагов воздействия». Комментируя внутреннюю политику США, Билл Клинтон, ветеран бюджетных разборок с противниками-республиканцами, назвал риск дефолта из-за отказа Конгресса с республиканским большинством поднять потолок долгобезумием. Однако, по его словам, США должны платить по счетам. «Это не должно превращаться в политический футбол», — сказал Билл Клинтон о потолке долга. «С другой стороны, в ближайшие годы нам придётся ужесточить финансовую дисциплину». Забавно. С точки зрения России было ровно то же самое. Лишь вопрос времени, когда оборонная промышленность выкрутит политическому истеблишменту руки и заставит его двинуться на восток. Хиллари и внешняя политика несовместимы. Она ей просто не по зубам. Да кто вообще будет воспринимать Клинтона всерьёз после Моники Левински, фонда Клинтонов, который благополучно вымогал деньги у мировых правительств? В бытность Хиллари госсекретарём и целых 30 зарегистрированных полётов на частном самолёте Джеффри Эпштейна. Ну, конечно, это же сам Клинтон решил расширить НАТО на восток, вопреки всем рекомендациям, и с самого начала крепко разозлил Россию. Он же заранее знал, чем всё кончится, но всё равно на это пошёл, чтобы выиграть выборы 1996 года. Ну что же, поздравляю. Это не НАТО расширилось на восток, а Восточная Европа попросила присоединиться, потому что не доверяла России. Так что это наоборот, восточные страны двинулись на запад. Как же Хиллари утомила своими рассказнями про краденные выборы. Зато Билл теперь достаточно стар, чтобы баллотироваться в президенты. Ага. Билл вообще много чего говорил. Например, у меня не было никаких сексуальных отношений с этой женщиной. И пальчиком ещё махал. И даже не сказал об этом спецслужбам. Чтобы те поделились этим с европейскими коллегами и должным образом подготовились. Что-то меня в этом внезапном приступе ясновидения смущает. Ещё бы, предсказывать прошлое куда легче будущего. Именно поэтому Обама выставил мета Ромни на смех, когда тот сказал, что Россия по-прежнему большая угроза. Ах да? А кто был госсекретарём Обамы? Жёнушка этого самого извращенца. Эти дуралей-демократы думают, что люди вообще ничего не помнят. Ого, этот прелюбодей ещё и задним умом крепок. До чего опасные клоуны эта парочка. Клинтону следовало бы договориться с Россией насчёт архитектуры европейской безопасности. В 2008 году Джордж Буж заявил, что решительно поддерживает членство Украины в НАТО. Стоит ли потом удивляться путинскому отношению к прежним договорённостям по Украине? На эту тему Клинтону всегда есть что сказать. А об отношении с Джеффри Эпштейном почему-то не очень, бесполезно. Надеюсь, что НАТО никогда не примет Украину. Украина уже стала европейским Афганистаном. Они же, в принципе, договорились в Стамбуле через несколько месяцев боевых действий. Но главный возмутитель спокойствия захотел войны до последнего украинца. Ещё бы! Накану миллиардные барыши для военных подрядчиков и нефтяной промышленности. Минимум пол Украины охотно побежит обратно в объятия России. Почитайте великую шахматную доску.